да вот так хорошо все мы в эфире друзья добрый вечер можешь вот эти два выключить они не нужны так ну что сегодня мы решили продолжить дальше решили что игольницу я вам доделаю положу ее на youtube вы посмотрите как ее доделать потому что основную работу мы уже выполнили осталось просто пришить изнанку и набить игольницу и все будет готово некоторые уже присылают то что сделали вчера но еще немного но вероятно сегодня закончат ну давайте сегодняшнем мастер-классе я специально не стала писать расход материалов потому что у каждого он может быть разным и мы как всегда будем начинать с эскиза потому что здесь главное показать принцип работы а уже изделие вы будете выбирать сами может быть вы сошьете как я ланчмат в моем случае вот это ланчмат а может быть вы соберете дорожку на стол или одеяло или еще что-то интересное прежде чем делать нужно составить эскиз я сначала нарисовала просто на листочке я взяла размеры ланчмата у меня это 30 на 40 сантиметров обозначила центр и примерно схематично накидала как у меня все это будет происходить уже потом на миллиметровки я выставляла точные размеры но вот прямо сейчас на рисунке вы можете увидеть каким образом мы делаем сборку и эскиз все очень очень просто сначала у вас идет половинка квадрата то есть треугольник потом к нему присоединяется полоса еще одна еще одна с другой стороны и таким образом мы заполняем полностью все это пространство которое мы приготовили ну а то что остается вы просто вот так вот продолжаете принцип понятен все просто теперь осталось определить величину квадрата и ширину полосы и все остальное и сделать так чтобы у нас все-таки полоски шли по центру потому что рукой я сейчас накидала просто так на вскидку а сейчас уже будем смотреть подробно можно конечно воспользоваться специальными программами которые строят это все но я как-то вот люблю по старинке люблю порисовать отобрала сегодня карандаши у дочери и сделала такой эскиз сразу хочу сказать что вот у меня есть ланчмат мой старенький но он маленький его не всегда бывает достаточно на столе когда ставишь большую тарелку как-то он совсем теряется поэтому я решила его увеличить сами видите размеры ну вот намного до увеличились нам еще пригодится но чуть позже значит сейчас у меня 30 на 40 сантиметров давайте может быть я пока комментарии отключу чтобы вам было видно а потом я их включу обязательно вы сможете задать вопросы я делала эскиз линейкой без точных замеров на вскидку просто у меня линейка 10 на 45 поэтому здесь деление по 5 сантиметров очень легко делать поэтому я взяла и положила вот этот вот половину квадрата за треугольник со сторонами 5 и 5 и от него начала строить но очень внимательно когда вы делаете эскиз у вас все это делится пополам но если приглядеться посмотреть внимательно у меня вершина треугольника лежит не посередине если я положу посередине то он у меня немножко сместиться как узнать эту величину вот смотрите у вас когда вы определяете сторону квадрата остается одна четвертая части вот на эту одну четвертую вам нужно будет сдвинуть от центра в ту сторону в противоположную сторону с которой вы начинаете сейчас объясню всю эту расшифровку вот например у вас здесь будет первый кусочек а второй будет здесь значит вы сдвигаете в противоположную сторону если вы будете делать сначала здесь половинку квадратика и здесь первый кусочек тогда вы сдвигаете в ту сторону в противоположную сторону на одну четвертую вот от этой величины от диагонали вашего квадратика я думаю вы разберетесь даже если сейчас не поняли еще раз эфир посмотрите или уже опытным путем дома поймете в чем дело дальше полоски нашиваются каждый раз до границы той величины которую вы уже создали и вам не нужно вырезать точные шаблоны вот таких вот полос вам нужно знать длину одной полосы вот у меня они тут несколько раз все повторяются да то есть мне нужно знать длину всей полосы кстати хочу сказать что я выбрала вот такие вот цвета ну и соответственно каждый карандаш соответствует тому цвету который я вот так вот схематично да я их распределила эти цвета у меня из набора набор мне прислала на новый год ирина ира спасибо большое я знаю что ты будешь смотреть эфир обязательно вот они твои наборы пошли в ход поэтому вот сейчас у меня скоро будут из них ланч мат и это очень трогательно очень символично в общем будем делать красоту так как ткань у меня еще не готова мы сейчас с вами все расчеты сделаем и будем нарезать все это дело но сначала нам надо посчитать сколько какой ткани нужно когда вы составите эскиз того предметы которые будете шить то есть узнаете его величину примерно сделаете раз в раз вы уже будете знать какого цвета сколько это тоже все делается очень просто не надо быть математиком все очень очень просто вот допустим давайте начнем с красного цвета и будем считать сколько полос красного цвета вернее не сколько полос а какой длины полоса красного цвета должна у нас быть я все делаю на глаз причем я буду делать так чтобы у меня всегда оставался запас потому что если я буду делать точно если где-то ошибусь лучше я сделаю чуть-чуть какой-то процент задам на увеличение чем потом я буду страдать от того что мне не хватит смотрите что я делаю я беру сантиметр откладываю в эту сторону как бы на припуск да понятно что там у кого-то припуск 6 или 7 они могут это сделал 67 но я люблю когда остается запас поэтому я беру сантиметр дальше у меня сторона квадрата даже не 5 получился 6 с половиной но я на глаз делала и тут тоже добавляю сантиметр вот она моя метка 7 с половиной я руку перехватываю иду так сейчас сейчас фокусирует хочет и теперь иду ну 7 с половиной иду мерить следующий кусок опять оставляю сантиметр здесь и еще сантиметр прибавляю все еще одна метка есть дальше у меня вот здесь есть величина вот поставила метку и еще один маленький хвостик у меня вышло смотрим на сантиметр 62 62 сантиметра я намерила я рисую себе красным маркером пишу красный пишу 62 сантиметра и так делаю со всеми остальными вот я за 15 минут до эфира пошла вот это все нарисовала быстренько раскрасила но не все успела померить давайте буду мерить вместе с вами волоть может у них поможешь немножко а то тут очень плохо видно я боюсь что что-нибудь будет непонятно и я сейчас включу комментарии если что вот сейчас поможет задавайте вопросы давай я держу ты снимай просто то что я буду делать так я закончил на зеленом цвете вот отсюда спустившись то есть у меня был красный серый а вот этот вот я пропустила значит замеряю беру величину вот сантиметр сразу я прибавила на припуск вот эту вот точку вот до этой точки вот такая величина и я еще сантиметр прибавляю на припуск все захватила следующая такая же у меня вот сюда вот возьми пожалуйста вот у меня метка последняя я сантиметр прибавляю и мере до куда она у меня уходит 44 плюс еще один я добавляю на припуск дальше вот у меня еще такой цвет опять 44 припуск и вот отсюда меряю 71 ну плюс еще я прибавлю пусть будет 72 на каждый отрезок надо прибавлять сантиметр так нет не сантиметр на каждый отрезок два припуска то есть сантиметр сантиметр лучше 2 я рисую метку и здесь пишу что у меня такого цвета 72 сантиметра следующий цвет вот здесь вот внимательно кусочек уходит в угол как-то не очень фокусируется то есть здесь он кончается вот здесь но фактически он идет до угла значит соответственно я этот сантиметр припуска положила и от сантиметра меряю меряю до конца линии это примерно 23 с половиной и плюс еще один припуск я прибавила так лишь один припуск прибавил два там один и тут один здесь опять вот у меня припуск был сюда 50 и плюс еще один вы получается измеряете полосы по той стороне который длинная до по самой длины до по самой длинной либо вот здесь вот где у меня идет выкладка выбег идет дата есть длинная страна вот тут вот еще хвостик значит самую длинную беру так 51 и у меня их только 2 до просто 2 до только 2 я взяла значит вот этот вот цвет нет не этот вот этот цвет вот этот серый цвет 52 вот я сейчас не не уверена в зеленом я хочу его перемерить я вот сейчас как-то сомневалась когда сомневаешься лучше перемерить 21 плюс антин 22 плюс еще 3 прибавила пусть будет побольше 66 до 62 я здесь написал лучше я добавлю 76 так раз два три 4 5 6 какой-то один мы пропустили 1 2 3 4 5 а у нас 6 6 1 2 красный есть зеленый есть желтый есть зеленый есть серый есть 2 3 4 5 6 а нет 6 вот вот 6 вот у нас 6 розовый вот он вот этот розовый вот он меня один вот у него не забыла опять сантиметр ой сантиметр сюда заложила сантиметр сюда прибавила но 27 условно розовый цвет теперь мы должны узнать ширину полосы вот любая полосами все одинаковые я чертела их по линейке давайте покажу как я делал я вот так вот нарисовала так вот взяла обвела а потом начала просто вот так вот с помощью линейки прибавлять раз одну прибавила потом другую с другой стороны вот эти все линии они совмещаются с помощью вот этой линейки вообще идеально все получается и так вот чередуя елочкой туда-сюда туда-сюда откладывала так у меня получилось нарисовать вот эта косичка понятно как строить или еще раз повторить давайте слушаю пока вас пока меряю ширину полосы значит у меня ширина полосы 5 сантиметров я должна прибавить припуск припуск у меня будет сколько я выставила 6 наверное ну давайте возьмем 7 7 и 7 1 и 4 значит получается 5 плюс 1 и 4 ширина полосы 6 и 4 сантиметра я теперь должна выкроить всех вот этих цветов полос вот такой вот длины как мы посчитали шириной 6 и 4 сантиметра пока все понятно говорят понятно да все хорошо отлично я может поставить сюда пока да теперь можешь ставить потому что я уже сейчас буду на сейчас немножечко по потянул мне чуть сегодня 5 никак не поддавался мне штатив так и если света мало я открою немножко жалюзи вы говорите как лучше я много открыл вот так наверно лучше центровая 1 получается вершина на одной линии на 1 линии нет вершина на двух линиях получается не на одной на двух получается вот линия и вот линия их как бы две но начинаете вы с одной она у вас каждый раз вот так вот смещена то есть у вас центр между линиями идет вот этот вот центр вашего пространства Он идет между этими линиями Ну, можете, знаете как, можете для начала Не заморачиваться, нарисовать вот этот вот Треугольничек К центру с вершиной И пусть у вас одна только вершина Идет по центру, а другая чуть отклоняется Я думаю, это не так страшно Ну, еще в одеяле, когда косички одинаковые Может быть, это важно А если вы, как я делала эти ланчматы Наверное, это не очень важно Может быть, даже наоборот, какой-то шарм Припуски на швы Ну, вот вы, если смотрели Если вы сейчас такой вопрос задаете Значит, вы вообще ничего не поняли Потому что мы сейчас посчитали все И припуски дважды считали в измерении длины полос И в ширине мы припуски посчитали На эскизе у вас припусков нет Эскиз это у вас натуральная величина Та, которая будет, когда вы сошьете уже изделие Железе открытый хуж Да я уже прикрыла Прикрыла уже Так Давайте резать, да? Кстати, коллекции тканей Это Тула Пинг Классная коллекция Очень нравится Далеко-то мне не убирать Потому что я же буду подсматривать размер Я размахнулась уже Единственное, что я не успела сделать Я не успела отгладить ткань Потому что у меня как-то Не очень времени на это хватило Я пока карандаши не убираю Потому что я могу забыть, где какой цвет А, все понятно Ну хорошо, главное, что понятно Вот этого цвета мне нужно 27 сантиметров Всего 27 Еще бы мне малярный скотч А можно мне малярный скотч принести? С этого сгар С твоей инструменталки Ой, без малярного скотча никуда, девочки В нашем деле Можно сразу несколько накроить Сейчас уложу Будет попроще Зеленого 50 Вот этого нужно 50 Если у нас есть кромки И они нам как бы не нужны Кромки лучше сразу отрезать Чтобы уже на них внимание не обращать Ну кромку я на глаз отрежу Я не буду с ней тут нянчиться сильно Кромки я тоже не выбрасываю Как-нибудь сделаю мастер-класс Как шить из кромок Тоже занятная такая техника Вот две ткани я сразу отрежу Чтобы мне каждую Не отвлекаться на каждую Ты не нашел малярный скотч? Сейчас можно Понятно Хорошо Ну давайте пока малярного скотча нет Мы будем подручными средствами выходить Нам нужно понять Где у нас величина 6,1 Чтобы каждый раз мы это не ловили Нам это нужно нарисовать на линейке Так Сейчас соображаю Подождите Наоборот мы будем резать Вот у нас деление 6 А нам нужно 6,4 Да Здесь вот Вот так вот это будет 6,4 И вот так вот это будет Теперь мне не надо смотреть Не считать миллиметра Я просто положу Наоборот Я кстати не выровняла край Потому что он в принципе довольно ровный Выравниваем ткань по горизонтальной линии Совмещаем метку Ну рекомендую кстати ткань отглазить Потому что вот у меня не отглаженная Немножко она гуляет Если бы Все было Намного послушнее Было бы лучше Ну допустим так Все Две полосы готовы Убираем их в сторонку Следующие две О молодец Несет мне скотч Теперь чтобы вы видели Вот Я теперь вижу Докуда мне нужно отрезать И мне не нужно считать миллиметры В идее Можно было это сделать Полностью на всю линейку Но мне не нужна такая длинная Если у вас есть линейка короче С ней вот сейчас удобнее работать Например Если Если линейка 10 Ой 15 на 30 Вот с ней сейчас удобнее Так Пошла утилизировать Сготовки Полоса нужной ширины Ланчмат Да Что будем шить Будем шить ланчмат Кроите подолевой Так Смотрите Ткани для петчворка Я краю и подолевой По утку Без разницы Если у вас Русская ткань То только подолевой Так Все Пока вопросов нет Дальше Следующую берем Вот здесь Вот будет сложнее Мы с вами Отрезали Зеленую И отрезали Ага Я не ту зеленую Отрезала Кстати Кстати Надо было Отрезать серую Серую Отрезаем еще раз А зеленую Нужно будет добавить Отрезать Так Все Попали Вот эту Вот эту Вот серую Мне нужно было 50 А зеленой Яркой Мне нужно было 67 А у меня Здесь только 50 Поэтому нужно Будет дорезать Немножко Я отрежу И я отрежу ее С другой стороны Вот с этой Потому что У меня кусочки 50 на 55 сантиметров И сейчас Уже Ну я так На глаз Если у меня Что-то Останется Я сошью еще То есть понятно Что вот это Вот количество Которое я посчитала Это только на Один ланчмат А если мы будем Делать их Несколько То их нужно Четыре раза Больше Кстати Можно сказать Еще вот Что Когда вы делаете Четыре таких Штуки Вы можете Сделать Не один Вот так А такую Длинную Косу И потом Ее уже Порезать В готовом Виде Когда она Соберется Так Раз Два Три Это у нас Есть Теперь Мы режем Красный Зеленый Убираем Красного Я старалась Немного Делать Но получилось Как-то Много 66 Сантиметров Точно Так же Мы сейчас Отрежем Две Полоски Одну С одной Стороны Наверное Все-таки Давайте Сократим Как-то Себе Время И вот Этой Вот Нам Еще Нужно 52 Сантиметра Сразу Обе Я положу Опять Чтобы Мне По одной Их не Резать Смотрю Все ли Ровно В принципе Вроде бы Ровно Отрезаны они Хорошо Новые Упаковки Не всегда Они бывают Конечно Отрезаны Ровно Иногда Так Нарежут Что Кажется Кошмар Какой-то Но Сейчас Нет Сейчас Все Хорошо Так Серый У нас Одна Полосочка А вот Красный Нужно Будет Еще Одно Отрезать Так Все Красный Две И осталось У нас Оранжево Коричневая Ее Нужно 72 Сантиметра Самая Большая Молодь Полистай Пожалуйста Комментарии А то я Режу Я Не успеваю Как Называется Техника Французская Косичка Покажи Ель Покажи Рисунок Поближе Там Кто-то Из воды Выглядывает Из воды Рисунок Наверное Вон тот Какой Какой Рисунок Какой Рисунок А Вот этот Рисунок Это Да Какой То Морж Морж Какой То Из воды Выглядывает Я Только Сейчас Разглядела Что Там Есть Морж Так Вот Эта Ткань Немножко Кривая Поэтому Я Ее Буду Выравнивать Вот Я Сейчас Сложила Смотрю Да Сначала Отрежу Кромку И Уже По Стороне Кромки Буду Тогда Режать Ножом Режем Всегда От Себя Не К Себе Не На Себя От Себя Чтобы Нож Не Соскочил И Не Попался В Трапунтов В Толю Учились Вчера В эфире Говорила Неужели Вы Не Смогли Запомнить Перес Пересмотрите Эфир Две полосы Потому Что У нас Их Много Сантиметрах В смысле Так Вот Оно Когда Ты Режешь Боком Отрезал Косо Ну Ладно Фу Все А нам Осталось Еще Отрезать Один Квадратик Сразу С квадратика Мы Начнем Да Вот Он Казалось Б Этот Квадратик Но Если Мы Сюда Вот Положим Смотрим Чем С вами Натворили Вот Так Вот Это Будет Ну С Припусками Вы Видите Да Что Вот Эта Часть Она У Нас Пошла На Припуски То В Отрежу Чуть Больше Чтобы Сделать Это Ровно Вот У Меня Здесь Есть Разметка На Мате Я Буду Резать По Разметке Вот Так Вот Как Раз Я Думаю Мне Хватит Так Как Бы Прям Это Со Штативом Отрежать Не Испортить Деталь У Меня Ж Все Ровненько Посчитано Ну Вот Пусть Будет Такой А Теперь Хитрость Вот В чем Нам Нужно С вами Пришивать Это Все Сразу На Наполнитель Чтобы Потом Не Делать Стежку То Есть Этот Мастер Класс Вообще Для Тех Кто Даже Не Умеет Стягать И Вы С Этим Легко Справитесь Но Прежде Чем Я Буду Их Пришивать Мне Нужно Их Немножечко Разгладить Помоги Мне Пожалуйста У меня Утюг Включен Но Мне Нужно Будет Сходить Разгладить Помочь Вунки Нет Нож Нож От Бернина Когда Я Покупала Бернину Она У меня Из Золотой Серии Мне Мне Достался Набор Мне Достался Набор И В нем Была Вот Вот Этот Нож Там Нож Ножницы Разные Сейчас Я их Разложу Посмотри Вопросы Если Есть Нож 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 Какой Фирмы Ты Сказала Эфир Сохранить Постараюсь Сохранить Пока Все было Хорошо Кстати Вчерашние Эфиры Залила На YouTube Можете Кто Там Что Не Услышал Можете Пойти Еще раз Посмотреть Так Сейчас Я Пока У меня Парогенератор Не разогрелся Я Дедовским Методом Вот Так Прям Обрываю И Утюг Он Быстро Должен Нагреваться Какой Борщ Ничего Не Расскажу Борщ Уже Почти Съели Вчера Я делала Фотографию Нет Не Нагрелся Пока Не Нагрелся Надо Мне Снимать Я Болею Снимайте Мне Пожалуйста Снимайте То Делаем Мы Будем Делать Красоту Я Дом Кстати Выбирала Сегодня Какую Ткань Взять Потому Что У меня Дома Ну В принципе Я После Переезда Что Я Тоже Покупала 770 Из Золотой Серии Но Подарок Не Получила Это Правильно Ну Вообще Должен Быть Я Не Знаю Там По Моему Сколько Было Машин Столько Было Вот Этих Подарков По Моему Как Пошло Да Как Пойдет Да И у Меня Подарка Не Было Что Врешь Ты Наверное Когда Амбассадором Была Получила Наверное Нет Не Правда К Золотой Машине Был Набор Этот Золотой Сейчас Вот У нас Одна Девочка Заказала Машину Тулупинг Там Есть Набор Инструментов Тулупинг Так Что У нее Будут Такие Ж Спрашивайте Идите Спрашивайте Надо Спросить Просто У Вернины Тебе Как Я Спрошу Куда Наборы Дели Люди Их Не Получили Я Знаю Что Свет Шахов Будучи В Америке Кому Ты Покупала Потому Что Кому Не Хватило Последние Где То Урвало Не Было Золотой Наборов Ножниц Ты Что Это Да Не Было А Там Сумка Была Простите Пожалуйста Я Набрала Я Поняла Да Да Это Не То Было Золотой Была Золотая Лапка Ой Помню Ты По-моему Покупала Этот Набор С Ножами И Ножницами Да Я Заказывала Его Еще До 125 Лет Короче Сказа Чуть Не Отправила Всех Магазин Да Сейчас Люди Набежали Сказали Был подарок Для машины В горошек В горошек Тоже Тулапинковским Дарили Кто покупал Там Там Дарят Такой же Набор Только Набор Ножей Да Точно Такой же Набор Только Он Идет От Тулапинк Да В горошке Все Готово Поехали Я Кстати Сейчас Покажу Этот набор Там Точно Такой же Будет Только В горошке Слушай Ну ты Врешь Тебе Это Отдельно Приходило Ты Заказывала И Покупала Я Помню Точно Хорошо Хорошо Набрала Набрала Так И ты сможешь поставить штатив И Ну Спокойно посидеть Пока я это делаю Спокойно пойти Своими делами заняться Да Посидеть сможешь Так Смотрите У меня наполнитель Слинтекс 200 Потому что Я вот этот Вот делала На 150 Мне Тонковато Но Многие делают Ланчматы На Еще Уплотняют их Дублерином Но мне нравится Что он мягкий Что я могу Его вот так Вот Прям Сжать Скатать Поэтому я Укреплять Дублерином Не буду Сделаю Мягкий Но я Еще не Придумала Как я Буду Делать Обтачку Потому что Можно сделать Просто Все Пришить И вывернуть Сознанкой А можно Сделать Вот так Ну то есть По ходу Разберешься Да Конечно Я такой Кончик Больше Люблю Но придется Сидеть Их Пришивать Потому что Ну так Он как-то Аккуратнее А когда Выворачиваешь Может Получиться Грубо Ну сейчас Посмотрим Давай Покажем Можно Наверное В штатив Вставить И все Да Сейчас Подожди Секунду Сейчас Туда Поставим Я Вот здесь Вот примерно Вот так Положила И просто Примерно Обозначила Точку В какой У меня Должен Лежать Угол Куда Должен Лечь Угол Но Если Уж Прям Скрупулезно Угол Он Вот Где То есть У нас Здесь Все Без Припусков А здесь С припусками Если сотка Можно В два Слой Взять Можно В принципе Можно Даже Сотку Но Я Хочу Просто Попышнее Вот Так Вот Он У меня Ляжет Чтобы Мне Начать Потому Что Я Сейчас Буду Прямо На нем Шить Для Того Чтобы Потом Не Делать Стежку То есть Это Идеальный Вариант Для Новичков Я Положила Сейчас Я Сюда Сделаю Поставлю Ой Давай Попробуем Поставить Штатив Штатив Ставим Да Пробуем Где купить Такой нож Такой нож Уже Не продается Это была Ограниченная Серия К 125 Летию Компании Их Было Очень Мало И Ну Я Не знаю Нет Их Нельзя Они Сделали Так Что Их Нельзя Купить Отдельно Они Продаются Либо Вместе С Машинами С Какой То Ограниченной Серии Да Я Уже Узнавала Нельзя Купить Отдельно Если Мы В Америке Когда Были Мы Последние Наборы Забирали Прям Вот Забирали Забирали Ну Сейчас Уже Нигде Не Найдем Такого Мне Там Нравится Какая Штучка На Пинцетик Пинцетик А Это Не Отсюда Вова Рассекретен Что За Штучка Еще Вот У меня Есть Вот Такой Нож Тулупинг Я Покупала Тоже Отдельно Это Нож Для Ну Как Это Распарыватель Знаете Есть Опасная Бритва Для Бритья Это Вот Опасный Распарыватель Ну Я Фанат Пилупинг Ну Как Фанат Ну Мне Очень Нравится Вообще Все Ее Идеи Поэтому Я Себе Такую Штуку Купила Я Так Подумала Тоже Что Это Будет Ограниченная Серия Надо Взять Вот Взяла Так Девушки Пишут Да Классно На этом деле Мы с вами Познакомились Сейчас Я Дышусь Немножко Значит Смотрите Мы Начинаем Шить Мы Положили Вот Этот Начальный Кусочек Шьем Прямо Здесь А Да Прежде Чем Начать Шить Можно Шить Вот Я Поставила Лапку С Верхним Транспортером Подключила Верхним Транспортером Машины Можно Шить Вот Такой Лапкой С Ограничителем Припуска Можно Ее Поставить И Упирать Каждый Раз Всю Свою Ткань Сюда Но Я Решила Что Раз У меня Толщина Лучше Я Буду Ориентироваться Здесь Выставила Строчку Которая Дает Припуск 6 Миллиметров И Поставила Мелкий Стежок Стежок У меня Стоит На Двойки Вообще Весь Пэтчворк Мы Шьем Мелким Стижком Для тех Кто Сейчас Первый Раз Смотрит И Только Будет Еще Пробовать Шить Будем Прям Так По Лиццу Нитку Любого Цвета В принципе Здесь Ее Будет Не Видно Так Какой У меня Там Поиски Цвет Сначала У меня Вот Так Серый Цвет Так Света Мало Может Вот Это Включишь Еще Или Мне Кажется Что Жалюзи Так Мало Света Так Заглядели Заслушались Шоколад Остыл Хорошо Надо Еще Нагреть Смотрите Что Я Делаю Я Перевернула Сейчас Лицом К лицу Буду Класть Вот Так Вот Совмещаю И Буду Прошивать Вот Здесь Вот Я Машинку Только Включила И Она У Меня Ощ Потеряла Сейчас Нитку Вытащу Чтобы Сюрпризов Не было Я не люблю Как-то Нитка Нижняя Нитка У меня Не люблю Когда Путается Ты Слимтекс Отвечала Если Два Слоя Слимтекс Это Гладкая Сторона Куда Если Два Слоя То Гладкой Стороной Вверх Вниз Если Такая Есть Возможность То Лучше И так И так Все Видно Что-то Корейцы Тебе Пишут По-корейски Ой Переведите Пожалуйста Прокладываю Строчку До Конца Вот Прям До Границы Проложила Отрезала Сейчас По идее Надо За мной Бежать Чтобы Я Все Это Дело Срезала Понимаешь Да По идее Я сейчас Должна Вот Это Все Взять Идти Туда Там Отрезать А потом Уже Продолжать Но Я Сейчас Так Делать Не Буду Ладно Я Тебя Пожалею Я Сейчас Просто Заколю Вот Так Вот И Буду Отрезать Ножницами Можно Мне Ножницы Тут Опять По Новую Думую Пропускаем Так Гладко Гладко Все Расправляю Чтобы Все Ровненько Легло Какая Тебе Ножница Да Большая Большая Раз Я Не Могу Отрезать Линейкой Ножом Я Буду Делать Ножницами Хотя Так Ну Нет Не Криво Нормально Все Хорошо Теперь С этой Стороны Мы Должны Положить У Нас Там По Проекту И По Эскизу Идет Вот Такой Вот Цвет Опять Я Кладу Голочку Придется Убрать Закрепки Не Ставим Нет Я Не Ставлю Потому Что Шок Мелкий И Закрепка Она Не Нужна Мы Сейчас Все Это Успеем Зашить Утюг Да Выключи Пожалуйста Теперь Я Должна Вот С Этой Стороны Прошить Я Сейчас Разверну Так Можете Забежать Прям На Шажок Если Хочется Очень Закрепку Поставить Ну Вернитесь На Пару Шагов Назад Но Это Не Обязательно Мы Сейчас Сразу Все Зашьем Теперь Я Это Дело Раскрываю Вот Так Вот Прям Ножом Провожу Ой Ножом Ногтем Ножницами Ножом Ножницами Все Не запутала И Вот Этот Хвостик Я Сейчас Опять Обрезаю Опять Я Буду Это Делать Ножницами Так Убрала Следующий Цвет У нас Зеленый Вот Такой Вот Опять Кладем Все Ровненько Совпадает Если Вы Вы Выкроили Все Ровно У вас Всегда Будет Все Ровненько Я Всегда Думала Почему Вот Эта Вот Техника Называется Французская Косичка Честно Говоря Информацию Нигде Не нашла Почему Так Опять Срезаю Разворачиваю И Опять Лишнее Срезаю Дальше У меня Идет Чудесный Серый Почти Черный Вот Так Позитивненький Так 5 см В готовом Виде Да Должно Быть 5 см В готовом Виде То есть У нас Ширина Полосы С припусками 6,4 Я припуск 7 Заложила А в готовом Виде На 5 Сантиметр Смотрите Как Хорошо Кусочек Зашел Прям Целиком Этот Тюлень Попался Так Теперь В эту Сторону Закладываю Вот Здесь Вот Уже Кстати Смотрите Как У вас Идет Вот Эта Сторона Она Будет Ровная И Немножко Неровно Но Я же Вот Этот Кстати Тоже Неровный Я Прям Вижу По нему Что Он Неровный У меня Глазомер Работает Очень Хорошо То есть Я Как Инженер Который Учился Чертить Много Много Лет Сразу Вижу Где Что Не Совпадает На Мой Взгляд Вот Эта Полоса Лежит Ровно А Вот Тут Нет Но Все Лишнее Останется На Припусках И Я Пока Болела У меня Машинка Стояла Я Ее Сегодня Не Смазала Она Немножко Гремит Первый Раз За Пять Дней Шью На Машине Все Срезаю Опять Разворачиваю Мне кажется С таким Даже Ты Справился Да А Вот Здесь У нас Уголок И Придется Резать Вот Так Подожди Не Видно Вот Так Давай Задавай Вопрос Пока Я Обрезаю На Чем Ты Закончила Ты Хоть Помнишь Нет Так Тоже Захотела Шить Ширина Полосы Ткани Да Ширина Полосы Я Ответила Сказала Спасибо Какой Интересный Вот Этот Хвостик Пусть Останется 7,4 6,4 6,4 6,4 А так Получается Да Потому Что Один Припуск 7 Миллиметров Два Припуска 1,4 У нас 5 Плюс 1,4 6,4 Юля Села Подшивать Кант Квилта Для Волга Квилт Подскажите Шить Лучше Двойной Ниткой Или Достаточно В одну Не Можно В одну Какая Прелесть Для Волга Квилт Квилт Вообще Прям Порадовала Меня Молодец А то Сегодня Мне Не буду Пока Об этом Говорить Люди Удивляют Меня Часто Слово Иногда Пока Мы Ничего Не Меняем Мы Пока Ничего Не Переносим Отвечая На вопросы Многих Может Человек Который Сегодня По этому Поводу Сокрушался Сейчас Меня Услышит Напрямую Позвонить Не Получается Надо Обязательно Задавать Это Вопрос Через Квилт Волга Квилт Даты Не Меняем И В ультимативной Форме Заявлять Что Если Вы Не Поменяете Мы Не Приедем Мне Кажется Это Некорректно Поменять Дату Фестиваля Это Не Так Просто Мы С вами Не В игрушки Играем И Не Делаем Чаепитие Мы Делаем Большое Мероприятие Международное И То Место Творчеством Спокойно Готовимся Берем Пример Творчеством Ну Ты Отойди До Среж А я Так Острочить Надо С разных Направлений Убежала Сейчас Сейчас Так Кан Для Фестиваля Острочить Надо С разных Направлений Одна Полоса От Центра Другая От Края Нет Я Строчу В Разном Направлении Потому Что У меня Лапка Посмотрите Внимательно Вот У меня Лапка Ширина Лапки Очень Большая И У меня Идет Настройка Строчки От Этого Края 7 Миллиметров Если Я буду Строчить В другую Сторону Или Назад Там У меня Другой Припуск Будет Поэтому Мне Приходится Ее Переворачивать И Строчить В другую сторону Так Если Шить Подушку То Я Буду Нашивать На Термостежку Наверное Термостежку Термостежка С клопковой Основой Можно Так Почему Нельзя Можно Мне кажется Так Что Дальше Я чуть Опоздал На Что Вы Нашиваете Это Слинтекс У меня Слинтекс Классно Да Хорошо Спасибо Спасибо Девочки Да Если Какой Вопрос Такой Что Не От Меня Можно В Через Суток Эфир Сохраняется Потому Все эфиры Эти Они Все Будут На Ютубе То Вы Не Потеряйтесь Вы Их Найдете Смотрите Уже Красиво Мне Прям Вот Уже Нравится Мне Уже Радостно Честно Если Хотел Сплакать А Сейчас Уже Мне Нравится Не Знаю Что Я Прям Из-за Этого Карантина Уже Влияет Наверное Тоже На Меня Карантин Что Я Уже Как Загруз Да ладно Надо К этому Поспокойнее Относиться Ну Верю Да Ну Как То Грустно Мне Было Сегодня Так Теперь Вот С этой Стороны Опять Кладу Коричневый Да Коричневый У меня Опять Я буду Поворачивать Вот Смотрите Если Я буду Шить Вот так Вот По этому Краю У меня Припуск Будет Вот Какой Огромный А Если Я Переверну У меня Припуск Будет Тот Который Я Задала От Иголки До Края Лапки Так Володь Ты Мониторь Пожалуйста Вопросы Как Скажете Пока Вопросов Нет Бобрик Вружится Хорош Бобрик Да Шикарен Слушай И получается Что Он Вообще Случайно У нас Там Так Вот Прям Сложилась У него Судьба Быть Не Увидела Бобрик Нет Он В угол Лег Идеально Мог Быть С отрезанной Головой Или С хвостом Отрезанным А тут Раз И все Прям Шикарно А бобрик Это Умечательно Расскаженное Слово Бобр Да И Прическа Бобрик Тоже Прическа По-моему Так и Есть Бобр Нет Бобрик Она По-моему Бобр Я Не Не Сильна В мужских Прическах А еще У нас Бутся Суворовского Мучильца У него Фамилия Была Боб Всех Вспомнили Всех Бобров Сейчас Вспомнили Красота Следующий Цвет Вот я Всегда Подглядываю На Подсказку Потому что Если бы У меня Не было Под глазами Вот этого Цветного Эскиза Я Сейчас Тут Накренделила Как Тебя Найти В Ютубе У Меня Есть Ссылка На Ютуб На Страничку Я Расскажу Я Сам Ей Ставил Короче Вверху В Инстаграме Когда Вы Заходите В Ее Профиль Там Вверху Есть Ссылка На Тап Линк Это Специальная Программка Которая Помогает Много Ссылок Сделать И Там Внизу Есть Ссылка На Ее Ютуб Проще Сего Так Сделать Или Набрать Прям Ютуб Юлия Доценко Там У нее Есть Однофамильница И Одна Именница Как Это Нужно Которая Кондитер А Да Есть Юлия Доценко В Питере Живет Она Известный Кондитер Ну Вы Соответственно Вы Наберите Юлия Доценко Пэтчвор На Моем Канале Уже Довольно Много Флорентийскому Тропунта За сутки Его 100 человек Посмотрели Это Хороший Результат Для канала Который Я вообще Не раскручивала Ни разу То есть Он у меня Как-то Сам по себе Там существует Никакие Рекламные Компании Я На нем Не делала Как-то Вот Сам Сам Сегодня Да Сегодня 1 апреля Никому Не верю Нет Мне Можно Верить Я Ни На Кем Не Пошу Так Юля Все Будет Хорошо Вы Так Нас Поддерживайте Ловите От нас Всех Позитив Спасибо Большое Закрепки В начале Шитья Нет Нет Я Не ставлю У меня Мелкая Строчка Мелкий Шов Поэтому Я Ничего Не ставлю Так Про Ютуб Сказали Закрепок Нет Классно Ярко Тезка Сегодня 1 апреля День Шуток И смеха Меня Завалили Разными Видео На Актуальные Темы Но С юмором Юля Очень Месилит Я Не успела Вчерашний Эфир Посмотреть Начало Я Выложила Его Буквально Час Назад Час Назад Я Залила Вчерашние Два Эфира Можете Посмотреть Так Коричневая Серая Зеленая Опять Опять Зеленая Уже Час Прошел Что Ли Ой Как быстро Время Летит А мне Кажется Только Сели Ну И Отсела Минут Двадцать Вообще Вот Таким Способом Одеяло Шить Вообще Очень Быстро И Легко Ну Тут Не Обязательно Его Делать На Наполнитель Одеяло Естественно Да Просто Топ Шили Очень Интересно Делают Берут Прям Три Косички И К ним Бордюр И Все Я Пожалуй Соне Такой Сошил Потому Что Времени На То Чтобы Шить Что То Очень Такое Изисканное Мудреное Нет А Ребенку Одеяло Хочется Хорошо Я Поняла На Чем Мы Поищу Видео Не Услышала Вчерашний Фир Так Это Было С Ножами Вы Хорошо Пошутили Мы Поверили Слушай Я Не Пошутила Я Была Уверена В Том Что Он Достался Мне Вместе С Машиной Но Я Уже Честно Говорят Чуть Не Путаюсь Во Времени Так Спасибо Обязательно Посмотрю Как Ровно Разрезать Длинную Полоску Ткани Как Выставлять Линейку Но Во-первых Смотри Тебе Не Обязательно Делать Тебе Ее Очень Длинную Полоску Ткани Спасибо Ты Сделай Так Чтоб Тебе Удобно Было Резать Вот У меня Была Ткань Шириной 50 Сантиметров Я Сложила Ее Пополам И У меня Длина Реза Всего Лишь 25 Получилось 25 Сантиметров Отрезать Легко Но Все Видели Все Свидетелями Были Как я Скосячила Рез Потому Что Я Резала Под Штативом Боком Никогда Не режьте Боком Режьте Прямо Чтобы Рука Шла Уверенно Вперед Иначе Накосячите Так же Как и Я Чтобы Натренироваться Берешь Старую Простынь И Кромсаешь Ее На полоски На полоски Как угодно Руку Набьешь Все Будет Хорошо Так Ну давайте Я сейчас Завершу Эфир Потому Что Вова Говорит За Сколько Время Прям Шесть Прям Шесть Уже Прям Шесть Уже Прям Шесть Ой Все Да Сейчас Эфир Завершится Поэтому Давайте Сейчас Завершу Сохраню И Выйду Еще Раз